МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Которую приветствуем в нашей утренней студии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. На прошлой неделе управа Пахьяталина организовала даже обсуждение на тему уборки опавших листьев. И пришли к выводу, собравшиеся за круглым столом, что альтернативы вывозу опавших листьев нет. Или все-таки есть? На самом деле, естественно, разложение органики – это очень важный природный процесс и важная часть жизни. И сам по себе опавший лист, имеет ли он какую-то ценность? Ну, естественно, сам по себе он имеет ценность, например, для микроорганизмов, которые на нем временно живут. Но для самого растения он имеет ценность тогда, когда он начнет разлагаться. Соответственно, когда пройдет этот процесс разложения, сначала это на уровне дождевых червей, затем уже на уровне грибов. И вот когда начнет на уровне бактерий разлагаться органика и, так скажем, уже превращаться в неорганику, тогда это уже будет очень важно для растений. Соответственно, образование гумуса – это очень важная часть. Таким образом, чем больше гумуса, чем плодороднее почва, тем, в общем-то, если плодородная почва, соответственно, тогда это хорошо для растений. То есть это необходимо и важно. И здесь можно сказать тогда про образование гумуса и вот этот важный процесс за пределами города. Ну, соответственно, приусадебные участки, то есть, например, парки около мыс. А вот если мы говорим о городской среде, то здесь немножечко несколько иная история. Поскольку, в общем-то, городская среда, это такая среда всё-таки, ну, городская природа, это та, которая находится под довольно усиленным влиянием антропогенного фактора, под влиянием человека. Поэтому здесь несколько, ну, я бы сказала, нельзя очень однозначно принимать решение. То есть какие-то крайности, да? Поэтому дискуссия возникает. Вот, поскольку, как бы, если мы говорим о одной крайности, либо мы оставляем эти листья, пускай они гаммусом лежат, например, или создают такую скользкую субстанцию поверхность на асфальте, либо, наоборот, их начисто убирать, здесь бы я ни к одной крайности не давала, так скажем, какую-то свою... То есть убирать, но не слишком активно? Дело в том, что необходимо находить компромиссы. И компромиссное решение так, для того, чтобы и для жителей города это было нормально, и для того, чтобы для городской природы это было тоже нормально. Что необходимо сделать? Во-первых, это убирать листья, естественно, с асфальтов. На самих клумбах они тоже совершенно не нужны. И часть листьев, опять же, не огромную часть, а вот именно часть листьев, оставлять под самими деревьями для того, чтобы... Это, в общем-то, и для гумусообразования важно, и для того, чтобы представители микро- и мезофлора, в общем-то, фауны могли там находиться. То есть находить там приют. Одна из мыслей, которую я вынес, опять-таки, для себя по итогам прошедшего в управе Пахиаталин круглого стола, это то, что если опавшие листья остаются на газоне, то со временем трава будет расти всё хуже и хуже. Дело всё в том, что здесь имеем, поскольку мы говорим, что есть городская среда, то, соответственно, в городской среде идёт довольно сильное, так скажем, попадание азотосодержащих вещей в растения, и, соответственно, и для самих деревьев. И поэтому большого количества органики, в том числе вот опавших листьев, у нас в городской среде растение не нуждается в этом. И поэтому, в общем-то, можно оставлять небольшое количество, как я уже сказала, находить такие некие компромиссы, но большого количества вот этих листьев в городе не нужно. Если говорить о таком мнении, что листву собирают, например, некоторые люди у себя в садах и накрывают еловыми ветками, это делается для чего-то, или это просто вот люди так решили, что... Я могу предположить, что это компост, поскольку таким вот образом... Ну, вообще, в принципе, компост можно делать не обязательно, накрывая еловыми ветками, чтобы не разлеталось листво, а делать его, соответственно, в определённом месте. Но если мы говорим о своих участках, то здесь необходимо, конечно, понимать то, что если... Ну, листву, конечно, желательно на этих участках убирать и не лениться, делать как раз-таки такие компостные кучи, чтобы потом, в общем-то, растения на ваших участках росли хорошо. И также, если мы говорим про участки, то вот, наверное, такие плодовые деревья, например, те же самые яблоньки, их, если мы видим, например, какие-то поражённые листья, их эти листья необходимо убирать всё-таки. Вывозить, то есть вообще убирать с территории. Утилизировать, если мы видим эти плодовые листья, то есть этих деревья, такими уже поражёнными. То есть такие, конечно, нужно убирать. А так, в принципе, желательно чистить свой участок, так и использовать компостные кучи. Листва разных деревьев отличаются по своим полезным, ну или, может быть, вредным действиям? Вот, например, вы сюда принесли, я вижу дуб, береза, остальные не распознаю. Они все одинаковые? Да, дело все в том, что, ну как по полезным действиям? Если мы вообще вас смотрим по их структуре, вы можете потрогать, да, один листик дуба и одновременно листик березы, да? И тогда мы понимаем, что... Но дуб жестче, конечно. Конечно, да, мало того, что, то есть в дубе очень много дубильных веществ, в дубе дуб сам по своей консистенции, он довольно листик, он довольно-таки такой плотный, жесткий. И разлагается дольше. И, конечно же, естественно, дольше, так что, например, листик березы, он разлагается уже за один сезон, а листик дуба, он разлагается буквально, ну и на следующий сезон еще может оставаться коричневым на земле. Так что, конечно же, но при этом на этом листике дуба уже создается своя такая жизнь, то есть там появляются свои микрогрибы, которые именно на таких вот листиках и находятся. Но, тем не менее, для самих растений, вот листики дуба, если мы говорим, например, о парках, где доминируют дубы, то лучше такие листики чаще убирать, потому что, в принципе, для гумусообразования они, возможно, не настолько хороши, как, например, листики березы. Ну и также они, например, делают среду, ну, соответственно, почву, в которую они попадут, немножечко кислее, если мы говорим о доминировании дубов. А листик – это маленькая жизнь. Листик – это маленькая жизнь. Причем, знаете, какая интересная история? Для чего вообще листья опадают с деревьев? Для чего? А вот для чего, как вы думаете? Ну, это как известный круговорот листьев в природе. А зачем? Зачем самому дереву-то это нужно? Не знаю. Отдохнуть от тяжести? Вот, вот тяжести – это как раз-таки совершенно секундарный такой момент. Самое главное, для чего они это делают, поскольку в теплое время года с листиков идет испарение. И, а зимой-то вода очень ценная, правда, зимой-то ее достать, да и вообще, в общем-то, зимой эту воду надо сохранить. И чтобы этого испарения не проходило, от этих листиков надо избавиться. Это первоочередное. Ну и, конечно, чтобы уже тяжести не было на ветках, это понятно уже. Так вот, что это дерево делает. Вот природа настолько хитро, в общем-то, устроена, так, чтобы перед тем, как эти листья уже по-любому сбросить, потому что они уже не нужны, дерево берет и транспортирует в эти листья все излишки обмена веществ. Ты смотри, деревья умнее людей. Мы не догадались, для чего это делается, а деревья, они все вот как вот из года в год по накатной делают. То есть, грубо говоря, все шлаки, все, что не нужно, оно отправляет вот эти самые листья. Поэтому листья все-таки нужно убирать, потому что в них все шлаки от дерева. Ну, в общем-то, если мы говорим шлаки, это одно дело, то есть, в общем-то, эти шлаки особо, ну, так скажем, вот эти продукты обмена веществ излишки, они не настолько как-то, ну, какие-то пакутные влияния имеют. А вот если мы говорим про, например, накопление в листьях тяжелых металлов, то это уже совсем другая история. Спасибо Екатерине Песоцке, биологу Эстонского музея природы, которая, я чувствую, про листья могла бы нам еще не один час рассказывать, но, увы, время в эфире просто ограничено.